Вопросы социально-экономического развития региона рассмотрены в ходе совещания под председательством главы государства, состоявшимся сегодня. Страна, регионы, люди. В наши дни это единое целое. Реформы в динамично развивающемся новом Узбекистане, модернизирующем все, без исключения сферы, находят свое реальное воплощение. Даже по самым отдаленным адресам. А главное, отражаются на жизни простых людей. Ведь все, что делается в наши дни, в экономике, инфраструктурном, социокультурном развитии, в родных махалях, все в конечном итоге подчинено главному принципу – интересы человека превыше всего. Узбекистанцы должны жить лучше, счастливее, богаче, увереннее не через годы, а сегодня. Сегодня должны чувствовать разительные перемены. В полной мере реализовывать свои знания, талант, потенциал, строить смелые планы, радоваться успехам своих детей. Чувствовать себя востребованными в обществе, даже если пришлось преодолеть недугу. Будучи человеком с особыми потребностями, видеть, как тебя поддерживают. Подставляют плечо, как направляют по жизни и создают все условия для самореализации. Полноценные, полные планов и надежд жизни. Поделятся искренними словами признательности за заботу о человеке и джизакции, жители самых отдаленных районов. И даже и те, кто не видит полном объеме красок мира. К примеру, работники местного предприятия «Моноэлектрик». Но получают заряд радости и энергии благодаря тому, что президент, государство. Повторимся вновь, каждый день, каждую минуту думает о людях. Их будущем. Встречи с представителями региона в формат открытого конструктивного диалога, причем гибридный. То есть тет-а-тет и посредством видеоконференц-связи стал обязательным пунктом каждой рабочей поездки Шавкета Мерзиёева в регионы. И по итогам каждой такой встречи можно смело составлять список амбициозных целей, подкрепленных действенными механизмами реализации, солидными инвестиционными вливаниями. По сути, это топ прорывных инициатив, призванных вывести развитие региона на новый виток по спирали прогресса. Так за счет чего достигается реальная отдача? Во-первых, это детальный, критический, беспрекрас анализ состояния дел, в первую очередь, на низовом уровне. Во-вторых, это мощный мотиватор для руководителей всех уровней. Ведь инертности и самоуспокоенности у них не должно быть. В-третьих, это прямая обратная связь президента с простыми людьми. Ведь кто, как не они, могут озвучивать имеющиеся проблемы. Словом, глава государства, проводя обмен мнениями в течение нескольких часов, находится с ними на одной волне. Потому таких встреч ждут с особым эмоциональным настроем. Так было и на этот раз здесь, Джизаки. Президент Шавкат Мирзиёев особо подчеркнул, что эта встреча проходит накануне Рамазан Хаита. И поздравил народ с этим светлым праздником. Отмечено, что в Джизакской области, как и в других регионах, происходят значительные изменения. За последние 7 лет в область было привлечено инвестиции на сумму 5 миллиардов долларов. Что позволило открыть 2,5 тысячи новых предприятий. На них создано 45 тысяч постоянных рабочих мест. Количество предпринимателей удвоилось. Самое главное, произошел большой скачок от сельского хозяйства к промышленности. Однако существуют и неиспользованные возможности, актуальные проблемы. В некоторых районах наблюдается низкий прирост средних предприятий, способных обеспечить население стабильной работой и зарплатой. 80% промышленности области приходится на три отрасли. Это автомобиль строения, текстильная промышленность, производство строительных материалов. Доля же фармацевтической, кожевиной, металлургической, мебельной, электротехнической отрасли очень мала. Объем производимой сельскохозяйственной продукции не соответствует имеющимся земельным площадям. Поэтому перед визитом представители экономического комплекса провели глубокий анализ районов и определили возможности создания 57 тысяч рабочих мест в области. В целом в 13 районах Джизака было выявлено 100 экономических возможностей и резервов. На совещании эти возможности были рассмотрены на примере Зарбдорфского района. Главное, что государство поручило выделить на их реализацию 130 миллиардов сумм. Например, за счет решения проблем, поднятых представителями бизнеса, в районе можно создать 5000 рабочих мест. Коммерческие банки помогут местным предпринимателям расширить деятельность. Мощности предприятия Зарбдортиксиль будут увеличены. Фермерское хозяйство Реводждавр планирует выращивать дыни на выделенных населению землях и осуществлять их переработку, что позволит экспортировать продукцию на сумму 28 миллионов долларов. Глава государства озвучил ряд инициатив по развитию экономики Джизакской области. В регионе большие возможности в сельском хозяйстве, но не хватает продукции для экспорта. Поэтому будет внедрена новая система увеличения заготовки сырья. В частности, банки пригласят предпринимателей-лидеров 309 махалей и предоставят населению финансовый пакет для заработка на собственном участке. Банки будут выделять предпринимателям кредиты до полутора миллиардов суммов на срок до трех лет. Гранты до одного миллиарда суммов из бюджета для привлечения агрономов, обучения, организации сбора, хранения и сушки продукции в махале. А также кредиты в рамках программ «Семейное предпринимательство и первый шаг в бизнес». В районах будет выбрано по одному цельному контуру для выращивания одного вида культур на общей площади 500 гектаров. На менее плодородных землях, где урожайность ниже 16 центнеров, будут выделены лоты для выращивания овощей и фруктов. Это позволит в течение двух лет удвоить объем производства фруктов и овощей в области до 3 миллионов тонн, а затем и до 5 миллионов, что увеличит в 2-3 раза возможности переработки и экспорта. В области есть возможности для развития пчеловодства на основе надомничества. Например, размещение ульев на землях лесного хозяйства позволит обеспечить работой тысячи семей, получить дополнительный доход в 50 миллиардов суммов и экспортировать продукцию на 2 миллиона долларов. Поэтому в Зоаминском районе будет создан центр пчеловодства. Налажено производство ульев и оборудование, упаковка и экспорт меда. Поддержано предложение по созданию на багарных землях кластера с полным циклом выращивания, сушки, упаковки и холодильному хранению белого лука в Янгиабадском районе. В области, прозвучало на встрече, имеется большой потенциал для развития животноводства. Инвесторы поставили цель за счет инвестиций в 28 миллионов долларов перерабатывать 20 тысяч тонн молока и 5 тысяч тонн мяса в год. Разводить крупный рогатый скот породы ангус в 11 тысячах домохозяйств в Зоамине, Зарбдоре и Янгиабаде, а также наладить систему закупок. Ответственным лицам поручено до конца года создать по одному крупному животноводческому кластеру в Шараф-Рашидовском и Зарбдорском районах. Даны поручения по определению возможностей в сельском и лесном хозяйстве с помощью дронов, развитию рыбоводства, тепличного хозяйства. Бетонирование каналов Южный Мирзачуль и Туятор-Тар и установка насосов расширят возможности сельского хозяйства. Руководителям дано поручение реализовать трехлетнюю программу в этом направлении. Имеется немало ресурсов и для развития промышленности. Например, китайские инвесторы предложили проекты на 4 миллиарда долларов в сферах строительных материалов, химии, энергетики, электротехники, машиностроения, текстиля и фармацевтики в Джизаке. Это приведет к росту промышленности на 12 триллионов суммах и созданию возможностей экспорта на 250 миллионов долларов. Для этого в Заминском районе будет создан промышленный технопарк с организацией выпуска 50 новых видов продукции за счет 1 миллиарда долларов иностранных инвестиций. В Махалеш-Одлиг Зарбдорского района откроется филиал промзоны Джизак с размещением 15 крупных проектов на сумму 140 миллионов долларов. В пустующем здании Шараф-Рашидовского района будет создана промышленная зона, где запустят предприятия электротехнической и кожевиной промышленности. На встрече было отмечено, что важно расширить использование в отраслях экономики строительных материалов отечественного производства. Например, собственных базальтовых изделий достаточно, чтобы полностью покрыть как внутренний, так и внешний спрос. Подчеркивалось, что необходимо поддержать переход данной сферы на международную сертификацию, расширить использование данной продукции в строительстве, ирригации и коммунальном хозяйстве. Поручено привлечь ученых и специалистов из Европы и других развитых стран и расширять научно-исследовательскую работу в этой области. В последние годы в Джизаке появилось автомобилестроение. Поставлена задача в ближайшие три года за счет инвестиций на 1 миллиард долларов увеличить мощности по производству автомобилей еще на 100 тысяч единиц и создать 10 тысяч рабочих мест, а также довести уровень локализации до 50%. В хлопковой текстильной промышленности будет запущено 29 проектов на сумму 220 миллионов долларов. О том, что наше общество сегодня иной, и принципы инклюзии на особым счету. К примеру, поддержки людей с особыми потребностями подчеркнул еще один момент встречи. Очень теплая беседа президента с Нарзулаевой Барно, которая с гордостью рассказала о том, как создаваемые условия вселяют надежду и уверенность у людей. Тех, кто раньше не выходил из дома, а сегодня живет активной, счастливой жизнью. Поддержал глава государства инициативу предприятия «Моноэлектрик», о котором мы уже говорили по трудоустройству 250 джизакцев с нарушениями зрения на основе надомничества. Особо подчеркнув необходимость создания джизакского опыта трудоустройства людей с инвалидностью и расширения таких проектов по всей стране. Подобные программы, прозвучало, станут и постоянным источником доходов, и возможностью для человека с особыми потребностями найти свое достойное место в обществе. Инклюзивном обществе. Даны поручения по созданию условий для туризма в Айдар Арнасайской озерной системе. Организации туристического кольца по 10 объектам культурного наследия и ремонту ведущих к ним дорог. На совещании также обсуждены вопросы улучшения жилищно-коммунальной инфраструктуры и махалей. В этом году в области планируется построить 118 домов на 4,5 тысячи квартир. Даны поручения по возведению дополнительных домов в районах с высоким спросом. Программы жилищного строительства начнутся в Замини, Бахмале и Фареше. С сентября будет запущено сообщение тепловозов по маршруту Иржар-Дуслик-Джизак, соединяющему Шарафрашидовский, Пахтокорский, Дусликский и Мирзачульский районы с городом Джизак. В результате 450 тысячам жителей этих районов будет легче добираться до областного центра. Конкретные поручения даны ответственным лицам по улучшению инфраструктуры махалей области, строительству детских садов и школ, ремонту городского перинатального центра и мостов. В целом в Джизаке предусмотрено выделение дополнительных 300 миллиардов сумм на поддержку махалей, бизнеса и выдачу грантов. Итак, важнейшие инициативы озвучены. Драйверы роста определены. По сути, обозначена четко структурированная, детально выстроенная дорожная карта предстоящих действий. Программ с предельно ясным списком ответственных исполнителей, хакимов области, районов, министров, глав дипмиссии Узбекистана за рубежом, руководителей секторов, активистов махалей. Дорожная карта с точными локациями и источниками финансирования проектов. Запомнится эта встреча, конечно же, и искренним, наполненным особым человеческим теплом диалогом с жителями региона, представителями разных профессий и возрастов, промышленниками, предпринимателями, работниками социальной сферы, к сокалами, молодежью, собравшимися в этом зале и во многочисленных студиях в районах. Мотивированных, объединенных одним общим стремлением – строить благополучное будущее. Сегодня в преддверии священного праздника Хаид мы увиделись с нашим президентом. Он нас поздравил с наступающим праздником. Он пришел не с пустыми словами или обещаниями, он пришел с конкретными финансами. Он озвучил свой твердый принцип – народ Узбекистана должен жить счастливо здесь и сейчас, завтра, может быть, уже поздно. Этой системе и принципу он учит и других руководителей. Он говорит, что всем нам надо проснуться. А руководителям изучать реальное положение дел на местах, а не сидя у себя в кабинете, где было видно, что сами банкиры сами сейчас приходят к тебе домой, предлагают бизнес-проекты, пытаются улучшить свою жизнь. Все это – результаты адресной работы, на котором акцентирует внимание глава государства. Глава государства проанализировал работу, которую еще предстоит сделать на примере Зарбдарского района. Президент отметил положительную тенденцию роста экспортных показателей региона. Руководитель страны сказал, что это один из явных показателей того, что наш район сделал большой шаг от сельского хозяйства к промышленности за эти пять лет. Но этого недостаточно. Глава государства сегодня нам указал на нераскрытый потенциал Джизакской области. Например, он отметил, что приусадебное хозяйство используется не в полной мере. На сегодняшний день перед банковским сектором поставлена задача, чтобы они изучили возможности каждой семьи и помогли повысить их существующий доход. Для этого было решено их обучить конкретному ремеслу, выделить кредиты для бизнеса. И специально для нашей области президент выделил 60 миллиардов сумм в грантовых средств. Сегодня, услышав новые цели, широкая общественность и активисты Махале определили четкие планы для себя. Мы услышали много нового в ходе совещания руководителя страны в рамках визита в нашу область. Указания главы государства, банкам и министерствам по улучшению социальной жизни населения, мне кажется, смотивировали каждого предпринимателя. Все цепочки производства, вплоть до логистики, были затронуты президентом и поставлены задачи. Я считаю, что, вдохновившись этими преобразованиями, мы должны усердно трудиться. Для предпринимателей были созданы большие возможности. Это и кредитование по низким процентным ставкам, продление льготного периода. Также выделяются огромные гранты. Ранее такого не было. Я очень счастлива, что сегодня была в числе тех, кто беседовал с президентом. И горжусь этим. Очень впечатлена выступлением главы государства. Потому как он очень много останавливался на теме обеспечения работы лиц с инвалидностью. И президент сказал, что не безразличен и к моему творчеству. Сказал, что осведомлен об этом. Конечно, это очень воодушевило меня и мою семью. Узнав, что я хочу открыть свою школу ремесленничества, наш президент сказал, что лично поможет мне в этом. Поддержал меня. В этой школе я буду вместе со своими учениками производить несколько видов продукции. Она главным образом предназначена для гостей Узбекистана. И тем самым хочу внести свой вклад в развитие туризма. Более того, руководитель страны отметил, что будет оказано содействие в ее реализации. И это огромная мотивация для меня. После таких слов я буду увеличивать и виды, и объемы своей продукции. И мои ученики, которые также имеют инвалидность, получат возможность получать еще больше доходов. Мы очень благодарны за такое внимание и поддержку. За возможности. Банкам было дано поручение по работе с самым нижним звеном Махали в области проведения изучений по принципу Хондонбай в Хоробай в различных направлениях. Также были даны задачи, в рамках которых из 309 Махалей необходимо выбрать крупных лидеров-портунимателей и предоставить им предложение для развития надомного труда. Чем должны заниматься лидеры-портуниматели? Они должны обеспечить занятостью безработных жителей Махали посредством создания условий для надомного труда. Вместе с тем, в случае, если в регионах не будут найдены лидеры-портуниматели, то банки должны будут создать для этого все соответствующие возможности и условия, а также спецпакеты. Сегодня было сказано, что будут выделяться льготные кредиты в объеме до 15 миллиардов сумм. Нужно понять одну вещь. В первую очередь, что каждая работа, проводимая посредством изучения домов в ходе подворового обхода, направлена на повышение доходов населения. В свою очередь, и граждане не должны быть безразличными к происходящим в стране изменениям и преобразованиям. Со стороны главы государства было отмечено, что если каждый руководитель, ответственное лицо, представитель Махалинской семерки или же сотрудник исполнительных органов будут с большой ответственностью относиться к поставленным задачам, то не за горами и плоды осуществляемых реформ. Я с большим вниманием слушал нашего президента на совещании, потому как глава государства поставил высокие цели перед нами. Он подробно разъяснил нам, чем должна заниматься Махалинская семерка, чем должен заниматься каждый, кто входит в нее. Глава государства подчеркнул, что все это делается для того, чтобы хорошо жил народ, чтобы росло благосостояние. Помощники Хакимов, лидеры молодежи, инспектор. Приведу пример. После того, как в семерку включили налогового инспектора, 10% от 700 миллионов сумм налогов остались в моей Махале. Видите как? У нас нет права на проблемы. От нас не должно исходить никаких проблем. Все условия есть. Мы должны быть все вместе с президентом, брать ответственность за выполнение всех его поручений. Мы должны работать во благо страны и народа. Ведь все это останется для молодого будущего поколения. Здесь же глава государства ознакомился с благоустроительными работами Махале Лальмкор. Коротко пробежимся по основным данным микрорайона. Махале относится к зеленой категории. Численность превышает 3,5 тысячи человек. Местные жители в основном занимаются земледелием и животноводством. Территория составляет чуть больше 190 гектаров. И из них 60 гектаров это домохозяйство, которое имеет свои фермерские хозяйства. Мы с большим интересом наблюдаем за каждым визитом главы государства, в особенности в Махале. Он посетил и нашу Махалю. Каждый раз в ходе визитов он показывает новые векторы развития. И благодаря инициативам главы государства мы начали действовать и начали показывать реальные результаты даже в отдаленных районах. Например, у нас. Мы начали широко внедрять опыт Сахунабада в приусадебных хозяйствах. И начали учить людей, как получать хороший доход от земли путем применения новых методов и подходов. Главное, как говорит глава государства, мы стараемся поменять старое мышление у людей и расширить их кругозор, тем самым повысив их доходы. Мы организовали несколько показательных домохозяйств. И люди из соседних Махалей сами приезжают, смотрят, изучают этот опыт и начинают сами искать пути реализации подобных проектов. И применяя на практике этот опыт, говорят, можно же оказывается. Это время я бы назвал пробуждением. Постепенно наш народ начинает просыпаться и действовать. Согласно постановлению президента Республики Узбекистан, от 5 марта этого года принимаются конкретные меры по задействованию новых резервов, производству востребованных продуктов на приусадебных участках и дыхканских хозяйствах. Президент страны осмотрел эту работу. Так, в Махале создана учебная площадка по выращиванию ягод. Здесь готовятся саженцы ежевики, малины и голубики, которые затем высаживаются в приусадебных участках. Что касается голубика, это его привлекательность. Как только мы почувствовали его привлекательность как бизнес, мы сразу начали заниматься. Изначально, значит, продажей саженцев, а сейчас, в данное время, уже и саженцы продаем, и сами ягоды тоже продаем. В чем здесь привлекательность этого, как говорится, этой культуры? То, что дорогостоящие ягоды считаются в мире. В прошлом году мы продавали 280 тысяч. 280 за килограмм? Килограмм, да. Значит, если там полтора килограмма ягоды, это, считайте, почти 450 тысяч с одного куста. Вот трехлетний, если покупает человек, дыхкарин, вот этот саженец, на следующий год станет вот такой. Хочу сказать, что если даже это 200-250, сколько будет стоить? На следующий год уже, как саженец, себя уже оправдывает, как говорится. После сбора урожая продукция закупается экспортерами. А какие задачи поставил глава государства, вот увидев, ознакомившись с этим проектом? Поставил задачи разумножить, разъяснить, конечно, народу и разумножить. И, значит, здесь есть такой высокориентабельный продукт, то, значит, развивать больше дальше. Это один питомник, и таких питомников будет больше? Это вот ваш первый питомник, получается, в таком масштабе? Ну, кроме своей, да. Вот в таком масштабе, да. Здесь тысячи мы посадили саженцев. А как будет налажена кооперация с гражданами местными, которые здесь неподалеку отсюда проживают? Да. Вот это вот мы сейчас будем, местных ребят мы подключим к тому, чтобы они связывались с народом, с населением. Здесь рассчитаны и на продажу, и на выращивание, поэтому будем объяснять, разъяснять, будем все контакты там давать. Мы по ценам прошлого года, я же прогнозировал, допустим, всего в этом году сколько стоит, не могу. Ну, примерно, наверное, так же. В прошлом году мы оптом прямо с поля продавали по 280 тысяч за килограмм. А теперь вот вопрос возникнет хорошо. Если 10, 15 или 50 саженцев возьмет, там урожай будет, допустим, 10, 15, там 100 килограмм, да, куда он повезет этот? В этом плане мы в обязательном порядке установим с ними тестный контакт для того, чтобы мы сами будем экспортировать. Мы будем давать саженцы, будем обучать их, агрономически окажем помощь. Чем больше будет распространяться эта сеть, тем больше, значит, будем уделять на это внимание. Как мы уже сказали выше, местные жители в основном занимаются земледелием в своих приусадебных участках. Но долгое время они это делали, как могли, или же как знали. Соответственно, это не гарант качества и уж тем более результативности. Глава государства уделяет внимание широкому внедрению сайхуноватского опыта на местах. Обратите внимание на данную теплицу. Здесь она расположилась на двух сотках и эффективно используется каждый клочок земли. Владелец дома здесь посидел вот такие вот саженцы лимона. Их здесь 20 штук. На начальном этапе они дают порядка 5-6 килограммов урожая. Но спустя некоторое время, допустим, 4 года, они могут дать уже 50 килограммов урожая. Здесь также посадили в междуряде огурцы и помидоры. И это еще не все. Они также посадили корейскую клубнику. Посчитали. Если эффективно использовать весь потенциал и правильно воспользоваться теми условиями, которые созданы, только лишь с двух соток можно будет получить прибыль в 25 миллионов сумм. Посмотрите еще сюда. Здесь также посадили новый вид испанских абрикосов под названием Мугадор. Это совершенно новый для местных жителей. Уникальность в том, что данное дерево дает уже первые плоды спустя 2 года. Если говорить о доходах конкретно по данному приусадебному хозяйству, то здесь владелец домохозяйства может реализовать весь потенциал и получить уже полноценный доход до 100 миллионов сумм. Новые методы работы с землей, внедрение научного подхода, селекция лучших сортов. Это и есть опыт Сайхунабада. А главное – финансовый эффект. Это и привлекает наших граждан все больше распространять данный опыт. У меня здесь в распоряжении 10 соток земли. Ранее здесь выращивали только огурцы и помидоры, да и доходы были небольшие. Сейчас к нам приехали из банка с готовыми бизнес-планами и предложили несколько сценариев развития построения бизнеса. Я выбрал высадку саженцев испанского абрикоса, а также высадку лимонов в теплице. В целом мы посадили порядка 5-6 культур на 10 сотках. Каждый сантиметр земли используют для получения прибыли. Глава государства сказал очень важную мысль. Нам нужно поменять мышление и начать получать доходы от своих приусадебных участков. Это отличный и проверенный способ по борьбе с безработицей и бедностью. Опыт Сайхунабада – это очень хорошо, когда в одном месте есть возможность получить все – мясо, молоко, яйца и так далее. Мы продолжим эту работу. Президент отметил важность обучения владельцев приусадебных участков к качественному выращиванию ягод. Состоялся обмен мнениями о расширении проекта, эффективного взаимодействия владельцев приусадебных участков и банков в повышении покупательной способности населения. Можно, конечно, числом, но лучше – качеством. Такой подход в основе развития в том числе и животного отчества, которое в последние годы растет в объемах, но пока еще не вышло на уровень интенсивного роста в плане продуктивности и производительности. На что направлена реализация, к примеру, крупного перспективного проекта в Заминском районе Джазахской области. Для организации национального сельскохозяйственного кластера «Джазах Органик» в рамках первого этапа из-за рубежа завезли 4000 голов крупного и более 2000 голов мелкого высокопродуктивного скота. Президент посетил данный объект, технологические процессы которого базируются на международном опыте передовых методах, адаптированных под климатические условия Узбекистана. Что еще раз подчеркивает актуальность и значимость системных и глубоко продуманных шагов в этом направлении. Ведь, согласно данным, на ее долю приходится 13% ВВП страны и порядка 50% производимой в сельском хозяйстве продукции. Но это еще не может полностью удовлетворить внутренний спрос. Прогнозируется, что к 2035 году производство молока и мяса в стране будет покрывать только 59% и 52% внутренних потребностей соответственно. Потому дальнейшее ускоренное развитие животноводства на основе современных подходов и решений всегда в центре пристального внимания руководителя страны. Национальный сельскохозяйственный кластер «Джазах Органик», являясь ведущим производителем и поставщиком мяса на рынке республики, способна производить 5000 тонн качественного мяса. Здесь разводят завезенный из Европы и США крупнорогатый скот таких пород, как ангус и гирефорд. А также овец австралийской породы. Общая же стоимость проекта равна 200 миллионам долларов. Наш кластер «Джазах Органик» на сегодняшний день имеет крупнорогатый скот более 10 тысяч и также мелкий рогатый скот 4500. Были поставлены задачи по осеменению местных пород крупнорогатого скота для увеличения генофонда породами гирефорд и ангус, для получения мясной продукции. На сегодняшний день у нас был проведен опыт с нашими специалистами «Джазах Органик». Мы закупили на местном рынке 50 коров местной породы, осеменили их гирефордами и ангусом. Результаты показали очень себя хорошо. На данный момент у нас идет сейчас второе поколение. Бычки, привес, если у ангуса до килограмм 200-400 килограмм, то местные бычки, скрещенные с ангусами, они 800-700 килограмм привес у них есть. Имеется и собственная кормовая база, где в основе производства экологичность и современные технологии, в частности гидропоники, экструдирование паровой мельницы. При этом предусмотрена вся ее цепочка, начинающаяся непосредственно с полей, общая площадь которых составляет 12 тысяч гектаров, где выращиваются люцерна, ячмень, рожь и кукуруза, которые составят основу заготавливаемых кормов. Более тысячи гектаров покрыты водосберегающими технологиями. Также ведется работа по восстановлению плодородия земель, которые не использовались последние десятки лет. При этом особое внимание уделяется внесению органических удобрений и севообороту. Кластер располагает также селекционно-генетическим центром, заводом по убою и заморозке. Все эти этапы производства цифровизированы. Еще один немаловажный факт – здесь впервые в нашей стране налажено производство мраморного мяса. При данном предприятии существует современная инновационная лаборатория. Мы производим анализы, ПЦР-анализы, сирологические анализы, микробиологические анализы, анализы кормов, которые особенно очень важны в плане кормления именно животных для того, чтобы определение определенных рационов. Также очень важно в данный момент, так как у нас и регион, засушливая погода, очень важна биобезопасность. В этой отрасли наша лаборатория постоянно проводит исследования бактериологического состояния предприятия, воды, почвы. Именно если отметить, почему именно органическое мясо. Органическое мясо – это мясо, которое без химических добавок. Вы можете увидеть обычные наши соломы, обычные наши зерновые культуры, обычные наши местные корма. На этих кормах, обычных наших местных кормах, и развивается именно наше животноводство. Наше предприятие имеет халяльный сертификат, сертификаты качества международных институтов. Также в данный момент у нас идут определенные переговоры, соглашения с другими ближайшими зарубежными странами. Но надо учитывать тот момент, что в данный момент очень высокая необходимость наших местных потребителей. Мы должны вначале покрыть наших местных потребителей. Главе государства представили подробную информацию касательно деятельности кластера, где в настоящее время заняты 750 человек и планах на перспективу. В ходе встречи были рассмотрены вопросы по профилактике здоровья животных, по подготовке кадров. Это отрасль узкая, очень сложная и новая для Узбекистана. Именно производство мраморного мяса, которым занимается кластер. В кластере содержится высокопроизводительный скот. Этот вопрос в настоящее время актуален для страны, как и для любой другой. Затрагиваются моменты увеличения объема производства, что в свою очередь обеспечивает продовольственную безопасность страны. Руководитель страны акцентировал внимание на дальнейшее совершенствование работы до конца 2025 года. Здесь планируется довести число крупного скота до 35 тысяч голов, по направлению молока более 3,5 тысяч голов, мелкорогатого скота до 15 тысяч голов, с переработкой до 5 тысяч том мяса, производством 30 видов мясной продукции и высококачественного молока марки А2. Тем самым намечается создание дополнительно 500 рабочих мест. На основе кооперации в 71 тысячи домохозяйств в 15 махалях Заминского, Зардорского и Ангиабадского районов посредством искусственного осеменения будут размножать крупный рогатый скот породы ангус. Эффективная реализация намеченных планов и поставленных главой государства задач послужит дальнейшему росту объемов экспорта, обеспечению продовольственной безопасности, занятости населения, повышению его доходов и благосостояния. На этом поездка главы государства в Джузакскую область завершилась.